всем привет у нас сегодня 8 марта и коля с утра подарил нам с лерой вот такие цветочки это розы белые на и у леры леры розовые маленький букетик и коробку конфет переро коллекшен а здесь рафаэлла есть вечером пойдем куда-нибудь по ужинам погуляем и купим что-то там еще хотела просто я не знал что тебе купить потому что не угадаешь своими желаниями поэтому лучше пойдем и вот подарки для куклы лоу кстати это мальчик мы заметили что вот тут есть девочка кстати нам не дали еще такие два маленьких пакетика говорят надо добавить воду и тогда цветочки простоят еще дольше надо ну давай так и сделаем мы еще не клали воду потому что смотри это оказывается производитель голландия хочу поздравить всех девочек девушек женщин мам бабушек с 8 марта сегодня как говорится наш день но у меня всегда было отношение не только к 8 марта но и в принципе ко всем праздникам какое-то нейтральное меня такого что вот сегодня праздник будем тусить будем оторваться но я как-то спокойно к этому отношусь но так как праздник кто хочется тоже что-то делать хочется быть в деле вот поэтому сейчас мы пошли я пофоткалась вместе с лирой нужно теперь отобрать фотки и это займет тоже время потому что коля там на фотку просто 100 500 кадров кстати я фоткалась прям в этом платье и мне вообще не было холодно сегодня плюс 14 тепла не знаю почему но вчера и позавчера еще такого не было что уже начнет все теплее теплее становится хотя может и потом похолодает я помню в позапрошлом году в апреле было плюс 4 очень холодно было а сейчас еще не середина марта и уже такая теплотень нера уже распаковала свои куколки лол кто у нас тут выше это ангел ангел но ангел невеста а вот это ее муж а это кто это египетская куколка египетская а как ты поняла что это египетская потому что я поняла из-за вот этого из-за прически и вот это я думаю да мусора много конечно вышло сейчас поля поедет в магазин купит мясо мы решили не идти куда-то в кафе хотели покушать потом подумали лучше купим мясо и дома пожарим поедим погода очень отличная но к сожалению у нас есть не совсем хорошие новости сегодня утром мне пришло экстренное оповещение о том что в нашем городе уже зарегистрирован третий случай заражения честно говоря план у нас были такие что мы пойдем день погуляем купим вики подарок какой-нибудь который она захочет потому что с подарком ей не угодишь это и не нравится то не нравится вам показать что в магазине уже продаются готовые овощи они уже помытые почищенные уже нарезанные вот это корень имбиря вот картофель кредька лук но это уже наверно сделано для того что для тех людей у которых вообще нет времени заморачиваются там чисткой овощей они просто покупают готовые овощи и уже готовят вот это похоже на салат цезарь в корейском исполнении также есть вот такие вот готовые наборы фруктов здесь винограды помидоры черри а это у нас груша эти готовые груша стаканчики также есть вот яблочки готовые ну и стоит там доллар один доллар вот так один такой стаканчик около долларов есть ананасы нарезанные есть такими таким способом тоже нарезанные ананасы вначале когда мы приехали мы видели вот такие ценники и думали что это вот эта цена по которой продается там данный товар да по акции но оказывается что эта цена указана если у вас имеется допустим вот такие вот карты там есть банковские карты по которым вы можете получить скидку и покупить этот товар за эту цену но мы раньше не обращали внимание мы думали что вот эта цена уже довольно таки выгодная и просто брали но на самом деле оказалось все довольно не так просто вот это какая-то новая паприка такую еще ни разу не видел но судя по названию да это паприка а вот здесь такой уголок со сладостями который посвящен белому женскому дню белый женский день это они исправляют 14 марта и в этот день принято чтобы мужчины дарили женщинам какие-то сладости набор сладости кстати здесь даже написано что если вы покупаете о 25000 то бесплатная доставка кроме чай чудо очень удобно кстати можно купить разные виды кимчи такие небольшие порции там по 200 грамм и даже можно меньше взять я планирую купить наверное возьму кимчи вот такой кимчи я всегда брал когда жил один когда лера с викой были в россии она кстати очень мне понравилось мы брали такие кимчи но мне единственно там что не понравилось когда покупать такой кимчи нужно смотреть на состав потому что там они добавляют креветочный соус что ли да и вот когда ты кушаешь вот креветками так отдает что невозможно кушать также я раньше думал что в корее не умею делать вообще колбасные изделия но оказалось совсем совсем это не так вот допустим сосиски если покупаешь если выбирать по составу и не дешевые скажем так то они довольно таки очень вкусные колбасы вправду я еще не видел чтобы были какие-то вкусные колбасы делать они точно не умеют но сосиски у них получается довольно таки неплохо возьму какое-нибудь жареное мясо и мы дома зажарим его на сковородке и поедим с листьями салата также здесь продаются сушки поштучно 590 вон одна штучка здесь готов продаются готовые наборы супов то есть залили получается в казан поставили ногу на огонь и через там через несколько минут уже буквально готов порция рассчитана двое на две персоны также продается кимпап тосты него такие вот разные каши коля пришел из магазина и посмотрим что здесь он купил так это банановые шоколадные палочки кукурузные мясо я вижу то хорошее мясо кстати так что дальше это курица ножки или крылышки но она уже готова прямо сейчас будем кушать тогда и это для леры это подозреваю мороженое шоколадное и клубничное на не знаю ну такой по мне брали еще дальше смотрим это напиток тропикана спарклинг или это а сагло это яблоко что еще еще мороженое что это суши бокс какой-то сушки что не взял сушки сейчас откроем посмотрим ухты какие сушки с лососем и угрем и причем каждая в индивидуальной упаковке еще мясо но это уже на суп я попросила колю взять на следующей неделе чтобы кушать и зелень капуста на капуста что там еще есть салата мясу на это уж показывал я думаю это растительное масло и последнее это кимчи пакетик мясо уже приготовилась кстати я попробовала очень вкусное такое сочное по-моему такой еще не брали или брали но вот таким способом не готовим очень вкусно по песенкам света колонки молчат сделала больно и покинула чат так как мы не закончили уборку и сейчас нужно разобрать шкафы нужно выбрать ненужные вещи вот сейчас этим займемся хотя времени не так много через ну сколько там через пару часов уже нужно будет спать но часа три у нас есть еще поэтому мы хотим сейчас этим заняться чтобы не откладывать все пойдем давай давайте зачем куда-то идти мы находимся прямо перед твоим шкафчиком да приступим да значит коля займется своими вещами а я своими и по мою зеркало но его на днях много опять грязные чувства да ты чё подальше на залезь на стульчик сверху пошивший давай пшикай вот так чуть подальше вот так а в корейского вида одежды по еще и эти продают даже лов игрушки конечно было даже кусок иди сюда и ты сказала да 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 я не знал что ты счастлива чем утиезе Субтитры сделал DimaTorzok С зимними вещами мы решили Все перебрали Это Колина куча, которая идет на выброс Это моя куча, которая также идет на выброс Давайте посмотрим, что здесь есть Это штанишки с лампасами Которые я уже, по-моему, два сезона носила Не знаю, но достаточно долго Дальше идут Также штанишки, джинсы Тоже их носила Сейчас я вам скажу Скоро им три года будет летом Они уже стерлись Вот здесь рванки такие с двух сторон То есть на коленках и сзади коленок тоже есть Дырки Но минус в том, что я поправилась Походу, не знаю, я в них не влезаю Либо они сели Но я скорее всего думаю, что я поправилась Джинсовая юбочка Которая Я думал, что ты выберешь Другой Да-да-да Джинсовая юбка Которая была мне как раз Да, но что-то я примерила Вообще вот до сюда Она не застегивается Значит точно я поправилась Хотя джинса тоже имеет свойство садиться Человеческий организм имеет свойство жреть Черная футболка Решила, что не хочу ее носить Что-то мне нравится Это шапка Это шапочка для Ирина Но я и примерила Маленькая уже И она не хочет Но она неудобная особо Там волосы особо не спрячешь Так, свитер Который я в прошлом году тоже носила хорошенько Хорошо поносила Но здесь зацепки есть И уже он так же морально устарел Это шортики По-моему это Ники шорты Да, это она привозила Здесь носила Но я примерила Мне не нравится Как я в них выгляжу Мои защитные шортики Но здесь каточки сели И они тоже маленькие стали Так что тоже Это шортики? Да Да, они просто как колготки идут Так, юбка еще одна Я так подозреваю Что это Ники юбка Потому что я не помню Что у меня такая была Но примерила Мне она как-то не идет Шапка Лерина белая Тоже носили два сезона Или третий сезон Сели катушки Все, уже я думаю Достаточно поносили Дальше идет футболка белая Кстати у Розе Из Blackpink Была такая же По-моему только черная И вот здесь надпись Love была Ну я бы дальше оставила Просто здесь Пролела кофе И оказывается Остались все равно пятна Она начала желтеть Вот поэтому А, вот это что такое? Это был свитер мой Тоже любимый Когда пару лет назад Его носили Да, была мода На открытые плечи И вот он мне понравился Тогда Ну уже поносила тоже А вот еще одна белая Футболка Это Ники футболка Она очень мягкая Комфортная Но она Какая-то вся Уже растянутая И тоже пожелтела Со временем Так, это Свитер Ники Она его Мне привезла В том году По-моему Не знаю откуда Да Но мне такой Он так красивый Он так красивый Но мне не нравится Вот здесь горло И он поднимается Время от времени И еще одна Джинсовая юбка Откуда появилась По-моему тоже Ники привозила Не знаю Сейчас разбирала Но примерю Мне она не подходит По фигуре Теперь разбираем Колины вещи Но их здесь Много Достаточно Да, учитывая Что Коля редко Выбрасывает вещи И вообще Редко что-то покупает Да, покупает Редко Но если он покупает То носит Очень долго Ну-ка давай посмотрим Ну это Обычная такая Маечка базовая Да, она мне не нужна Смотри, какая штаны Смешно легли А это мы летом Покупали Да, эти штанишки Заносил до дыр Просто И дома носил Да В смысле Какие дыры Здесь нет дыр Просто здесь Знаешь Это так Такой материал Что если пятна садятся Они потом Никак не отстируются Поэтому я думаю Можно от них избавиться Эту куртку покупали По-моему В Москве В Чендеме Это покупали В Чендеме Да Еще Когда это В пятнадцатом году В шестнадцатом году В Москве покупали И вот Колин до сих пор Ее носил Но она какая-то маленькая Еще тогда заметила Но он говорит Что нет Нормально Давай дальше Нет, да Она мне надоела Я хочу ее просто выбросить А эта футболка Она в принципе целая Да Она не порванная И цвет как бы Остался такой же Как ей был Но мне не нравятся Такие футболки С надписями разными С такими крупными Поэтому Я решил ее выбросить Даже дома не буду носить Ну он достаточно долго Тоже поносил В смысле Долго Год Ну И дома И на выход Куда-то Это Ну это Такие Спортивные Штанишки Трико Обычные Да Трико Обычные Которые Знаешь Такой Обай Стиль Дедушка Стиль Ну да Очень широкий Ну-ка Лера Еще одна Полосатка Это полосатка Она мне кстати Очень нравится Вообще Полосатые вещи Но здесь Единственный Минус Что здесь Уже Швы Расходятся И поэтому Я решил От нее Избавиться Прямо сейчас А дальше Эта рубашка Он заказывал ее Три года назад По-моему В интернете На G-Market Что-то она пришла Когда он не ожидал Что она через голову идет Да Он думал Что на пуговицах Что-то такое Нет Это другая А это другая Да Что-то такое с ней было В общем Он ее носил Носил долго Но она мне Особо не нравится У нее красивый цвет Но как-то она сидит Капризная такая Да И последнее Что у нас осталось Это джинсы Которые Откуда они? Которые покупал тоже В Москве А Тоже в Москве Да Они В принципе В хорошем состоянии Просто единственный минус Потому что мне не нравится Здесь ширинка Вот так Да Да Кудовится Эти дни Не совсем удобно Ну и уже что-то затертые Вообще они Затасканы Ну они изначально Были такие У них дизайн Видишь такой Потрепанный Мы пойдем Выбрасывать вещи В специальный контейнер И заодно Выбросим еще мусор У нас здесь накопился Пищевые отходы И Я это возьму А ты вон это возьму Да Я возьму тоже Обычно Когда я снимаю Такие видео Где разбираю гардероб И выбрасываю Ненужные вещи Появляется очень много вопросов Почему мы не отдаем вещи Нуждающимся людям Ведь вещи еще В хорошем состоянии И могут кому-то послужить Так вот Я уже на это отвечала То мы бросаем вещи В специальный контейнер Вот в этот Который находится рядом с Колей И оттуда уже Люди Извлекают И Направляют дальше Если вещи в хорошем состоянии Значит Кому-то они дальше пойдут Кто-то их будет носить Если они Уже Непригодны Значит Либо на тряпке Либо в переработку И сюда можно бросать Не только Одежду Но и Занавески Постельное белье Что там еще было Сумки Обувь И даже Бытовую технику Батарейки Короче Много всего можно Ну давай Приступим Мы вроде все проверили Да Нету этих В карманах Ничего Нет У меня все А у тебя там что На Вот и все Смотри Теперь полно Теплые свитера Я упаковала В этот вакуумный пакет Ну здесь они Объемные И которые уже Не буду носить Точно А вот так выглядит Моя сторона шкафа Здесь в принципе Так и остались Пальто висеть Курточки Джинсовые Какие-то Эти Джакеты Кардиганы А здесь Несколько платьев Повесила Ну на всякий случай Все-таки уже весна И они С длинными рукавами Идут Сегодня кстати Надевала это платье Оно мне понравилось Как на мне сидеть Сегодня И здесь Освободила Ну так более-менее Пространство Потому что Здесь все было Забито полностью Вот эту пижамку Тоже скоро выброшу Когда закончится холода А пока оставляю Потому что ей Уже три года И она Старая уже Все там И дырки пошли И все короче Ну и вот Аккуратно сложила В ящиках В самом низу Это Что это было? А это низ Это юбочки Это какие-то Ну там брюки Джинсы И так далее С этой стороны юбки Здесь Защитные шорты Вот я их Постоянно так называю Ну пока что Свободные Полки Потому что Убрала Свитера А новые Еще не достала Это уже потом Просто не знаю Пока что доставать И как все это сделать Ну пока что вот так А Колина сторона Вот так вот выглядит У него Это все вещи Вот смотрите Здесь Один ящик Да Ой Упала Вот второй ящик Тоже почти пустой Третий Так вообще Он Ничего нету Я освободила там Свои вещи Это Вера заняла Потому что Ее платье В ее Шкафчик не влезают А в основном Вот это все Колина уже Ну придется потом Что-то докупать В любом случае А так вот На этом все Ну прям Шикарно Классно Я рада Пошла сняла линзы И так хорошо стало И вообще стало хорошо После того Как мы избавились от хлама Я вообще люблю Выбрасывать вещи Избавляться от ненужного И Тут вспомнила Что оказывается Мы еще Лерин Шкаф не разобрали Потому что у нее тоже Есть вещи И достаточно много Но как-то у меня Вылетело это из головы Так что этим мы займемся Чуть попозже Возможно на следующей неделе Когда появится время А сейчас я буду Уже готовиться ко сну И на этом я буду Видео заканчивать Если оно вам понравилось То как обычно Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал Ну а мы с вами Увидимся уже В следующем видео И всем Пока-пока